Всем привет мои дорогие, с вами Маша и сегодняшнее видео будет о моде, точнее о трендах 19 года. Но я не буду называть все тренды, я поговорю лишь о том, что мне понравилось. Ну а вы пишите, что нравится вам, что у вас уже есть и что бы вы хотели купить. Итак, первое. Кремовые оттенки с головы до ног, кремовый тотал лук. Его представила Стелла Маккартни. Мне очень понравился этот тренд, потому что, во-первых, я люблю тотал луки, и во-вторых, я люблю все кремовые цвета и оттенки. Потому что это всегда красиво, это стильно, это элегантно, это дорого. И кремовые луки можно создавать и зимой, и летом, и весной, и осенью. Это универсально и всегда будет смотреться очень красиво и стильно. Я бы тоже не отказалась от кремового тотал лука, но у меня пока есть не все вещи. Если удастся собрать, то у меня тоже будет кремовый тотал лук. Второе, это белый минимализм, острые линии, ничего лишнего. И этот тренд представил Фенди. Белый цвет я очень люблю, и белый тотал лук в частности, и летом это, конечно, смотрится очень красиво. Даже белая обувь, которую я не очень люблю, хотя сейчас это все в моде, в тренде, белые сапоги, полусапожки, ботильоны. Но я не очень люблю белую обувь, я люблю белые кроссовки, спортивную обувь и летнюю обувь. Летнюю белую обувь я люблю. И вот представьте, белый тотал лук, белая обувь, какой-нибудь сарафан или платье, либо брюки, блузка, сумка, это смотрится тоже очень красиво, элегантно, очень по-летнему. Так что этот тренд тоже мне очень понравился. Следующий, это горох, его представили Дольче Габана, но также и другие дизайнеры горох. У меня к нему было неоднозначное отношение всегда, но в последнее время мне горох стал нравиться. Он был и в прошлом году, и в принципе он уже, наверное, вошел в классику. Но одним словом, мне сейчас горох нравится. Если я увижу что-то гороховое, то я обязательно куплю. Следующее, следующее, это огромные банты. Как бы странно это ни звучало, конечно, это только на выход. Это очень помпезно, это очень нарядно. Эти банты представили Валентина и Маскина. Но они мне прямо вот очень понравились. И вот если реально есть куда пойти в таком платье с большими бантами, то мне кажется, это интересно, это стильно, почему бы и нет. Можно попробовать и поэкспериментировать. Следующий тренд, это рукава на поясе. Я бы сказала, что это всегда было в моде. Потому что я помню еще во времена моей юности, когда я была подростком, тоже так носили. Брали какой-нибудь свитер, либо какой-нибудь кардикан. И завязывали на талии. И сколько я помню, это всегда было в моде. Либо на талии, либо на плечи накидывали. И вот сейчас это прямо тренд. Я считаю, что это тоже интересно. И я иногда так тоже ношу. Поэтому я этот тренд также выбрала. Следующий, это цветочный принт. Ну, это классика. Это абсолютная классика. Это модно всегда. Конечно же, это Dolce & Gabbana. Я считаю, что у них просто фантастические цветочные принты. Мне очень нравятся все их принты цветочные. И платья всевозможные. Ну, все-все-все. Это очень красиво. Может быть, с одной стороны, это как-то слишком ярко, слишком вычурно. Но мне это очень нравится. И я считаю, что цветочный принт, особенно весной и летом, это очень красиво, это очень элегантно. Самое главное, чтобы цвета были свежие, красивые. Чтобы это не был какой-нибудь черный, скажем, цвет с какими-нибудь серыми цветами. Кстати, я в последнее время замечаю, почему-то шьют платья, летние платья черные, с какими-то там непонятными темными цветами. Я вообще не понимаю, что это такое, кто это придумывает. Все-таки это лето, это должно быть что-то яркое, свежее, веселое. Но, одним словом, цветочный принт я очень люблю. И это классика, и это в моде, в тренде. Следующее, чтобы ничего не пропустить. Следующее, это плесировка. Соня Рикей и Жванши представили плесировку. Но я считаю, что плесировка, она в принципе, тоже, можно сказать, из моды не выходит в том или ином смысле. Единственное, когда-то она более популярна, когда-то она менее популярна. Долгое время были юбки длинные, плесированные в моде. Потом как-то они ушли на второй план. Но плесировка присутствовала. Вот, например, у меня блузка. У меня, видите, тоже плесировка на рукавах. И здесь тоже я прямо вот оделась в тему. Я эту блузку покупала несколько лет назад. Тогда это тоже было модно. Но, одним словом, плесировка, она практически тоже в моде всегда. Это тоже уже какая-то классика. И в этом сезоне в моде частичная плесировка, вот как у меня. Ну, либо плесированная юбка. То есть, вот, как бы, ну, это уже тоже, тоже, тоже классика. И она мне нравится. Но мне больше нравится частичная плесировка. Вот, как на моей блузке, юбки плесированные я почему-то не очень люблю. Но против них ничего не имею. Дальше переходим, переходим к обуви. С одеждой все, переходим к обуви. Мюли на каблуке. Ну, мюли я очень люблю. Ношу, у меня разные мюли. И с открытым мыском, и с закрытым. Им мюли на каблуке представили Клои и Версачи. Следующий квадратный мыс. Баленсиага, Бербери и Фенди. Квадратный мысок я тоже очень люблю. Я помню, он был в тренде в конце 90-х. Где-то 97-й, 8-й, 9-й, в начале нулевых. Это было очень модно. Но у меня была обувь с квадратным мыском. Ну, на мой взгляд, это очень стильно. Это очень удобно, красиво, элегантно. И вот вновь квадратный мысок вернулся. Хотя, я считаю, что это тоже классика. Потому что всегда можно было найти обувь с квадратным мыском. Всегда. Просто тогда это не было настолько в тренде, а сейчас это вернулось. То есть, это, мне кажется, тоже классика. По крайней мере, пойдет в классику. Следующая это платформа. Моя любимая платформа. Спорный тренд. Потому что кто-то очень любит платформу. Кто-то ее терпеть не может. Но я считаю, что платформа, это, во-первых, очень удобно. Это очень стильно. Это элегантно. Но, конечно же, нужно подбирать элегантную обувь. У меня много обуви на платформе, на разной платформе. Обувь и летняя, и зимняя. И весенние, и осенние. Я всегда носила платформу. Я уже даже не помню, когда я начала ее носить. Но она всегда была в моде. Я считаю, что это тоже классика. И это очень красиво. И платформу представили Филипп Лим, Соня Рикель и Мю-Мю. Так что, вот, обратите внимание. Хотя, я говорю, это спорно. Кстати, напишите, любите вы платформу, не любите, нравится она вам или нет. Но я ее очень люблю. Это прямо вот моя любимая тема. Следующее, следующее, следующее. Это кроссовки Аглы Шулз и кроссовки на платформе. Все, все, все типы грубой массивной платформы. Видите, она даже вот перешла и даже на спортивную обувь платформа. Прада, Джилл Сендер и другие дизайнеры представляют эту обувь. Ну, Аглы Шулз, они в моде уже давно. Мне они, кстати говоря, очень нравятся. Очень нравятся. Я помню, что когда они только появились, их ругали. Говорили, что это какое-то уродство. Но мне вот они нравились всегда. У меня они есть. Черные мои кроссовки. Я к ним долгое время присматривалась, потому что у меня было всегда очень мало такой вот именно спортивной обуви. Я не представляла себе, буду ли я носить кроссовки. Я к ним присматривалась, присматривалась. В итоге купила и тоже не была уверена, буду ли я их носить. Но, как оказалось, я их ношу с огромным удовольствием. Как только появляется возможность, даже зимой, вот если сухо и нет луж, то я их ношу, потому что они очень-очень зашли. Просто невероятно. Я такого не ожидала. Ну, и вот все эти боленсяги и прочие, мне это все нравится. Дальше. То есть они продолжают оставаться в моде. И плюс еще платформа стала выше и массивнее. И я думаю, что они еще долгое-долгое время будут в моде, потому что это удобно и это очень стильно. Их можно носить как бы не только в спортзал, но и везде и всюду. То есть это очень-очень удобно, плюс очень стильно. А мода все-таки сейчас движется в сторону удобства. Следующий это широкий, устойчивый и массивный каблук. Это Versace, но и другие дизайнеры тоже представили. И я, конечно же, очень люблю широкий, устойчивый и массивный каблук. У меня также много обуви с таким каблуком, потому что я считаю, ну, во-первых, это очень удобно, очень. Плюс это стильно, невероятно стильно. И такая обувь может быть супер элегантной. И она практически подходит всем к любой ноге, вне зависимости от того, какие у вас ноги, какая форма. И все прочее. То есть это очень удобно, это очень красиво. Я этому очень рада. Хотя этот каблук тоже всегда в моде. Тоже, в принципе, всегда можно купить обувь с таким каблуком. Но я рада, что мой любимый каблук сейчас в тренде. Следующий это каблук трапеция. Клоя представил. Ну и, конечно, трапецию я очень люблю. Потому что тоже красиво, удобно, элегантно. То, что надо. Следующие это элегантные поясные сумочки. Представили Клоя и Бербери. И они мне очень нравятся. Возможно, я куплю себе такую сумочку. Это тоже очень удобно. У Ледуша есть уже такая сумка. У нас еще есть одна мужская сумка. Такая поясная. И я вот присматриваюсь и думаю, что, возможно, я себе тоже куплю такую сумку стильно, удобно. Руки свободны. Ну и также к ней можно взять еще какую-нибудь сумку, если надо. То есть, вот этот тренд мне тоже очень нравится. И, наконец, заключительный, пятнадцатый тренд. Это сумки-мешки. Их представила Стелла Маккартни. Ну и другие дизайнеры. Мне они тоже очень нравятся. У меня когда-то была такая сумка и не одна. Это было, по-моему, в середине девяностых. Да, примерно девяносто шестой. Девяносто пятый, девяносто шестой год. Тогда это тоже было модно. И мне они очень нравились. Я их купила, носила долгое время. А сейчас у меня, кажется, нет такой сумки. Нет, у меня... Нет, сейчас у меня нет такой сумки. Но, возможно, я ее куплю. А, точно, я в прошлом году присматривалась. Я хотела купить. Я сделала заказ в одном интернет-магазине. Но мне сумка не понравилась. Вот. Я вспомнила, и я ее не купила. Но сумки я очень люблю. Это вообще отдельная тема. Так что это были все вроде бы тренды. По-моему, я ничего не упустила. Потому что мало составить список. Тут еще очень важно все назвать и ничего не упустить. Вроде бы я ничего не упустила. Это были основные тренды, которые мне понравились. Про бежевый я не помню, я сказала или нет. Вот в кремовых оттенках, что так же еще... По-моему, я не говорила. Так же еще в моде бежевый цвет. Тотс там и другие тоже дизайнеры его представили. И так же Максмара. Они... Я смотрела их коллекцию. Уже осеннюю коллекцию. И там очень много бежевого. Практически один бежевый цвет. Но всевозможные цвета и оттенки. И так же есть и кремовый. То есть кремовый, бежевый цвета и оттенки. Ну, это очень красиво. Даже Camel. Что-то такое вот в эту сторону тоже. Безусловно, очень красиво. Стильно, элегантно. Все, мои дорогие. На этом все. Благодарю всех за внимание. Не пишите, пожалуйста, как я уже сказала, что предпочитаете вы. Что бы вы купили. Но я бы купила вот практически все из того, что я вам назвала. Что-то у меня есть, чего-то нет. И вот если я увижу, то обязательно, обязательно куплю. Также я хочу еще как-нибудь записать видео о том, что мне не понравилось. Потому что есть тренды, которые просто ужасные, на мой взгляд. И, пожалуй, я про них тоже вам как-нибудь расскажу. Все, мои дорогие. Благодарю вас за внимание. Всем отличного настроения. Удачного дня. До скорой встречи. Всех целую. Пока-пока.